Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 45 глава. Она является продолжением начатого прославления святых, тех праотцев, которые послужили приближению человечества к встрече со своим Спасителем. И последним, наименованным возлюбленным Богом и людьми, именует он Моисея, память которого благословенна. Он сравнял его в славе со святыми и возвеличил его делами на страх врагам. Он его словом прекращал чудесные знамения, прославил его перед лицом царей, давал через него повеление к народу его и показал ему от славы своей. Явление славы Божьей на горе по чаянию Моисееву состояло в возможности увидеть только заднее Божье. И изумление Моисея безмерно, и тогда, когда восходил он на гору Синайскую и получал заповеди на каменных скрижалях, он сподоблялся непостижимо для человеческого естества восходить в общении с Божеством и созерцать славу его. За верность и кротость его он осветил его, избрал себе из всех людей, сподобил его слышать голос его, ввел его во мглу и дал ему лицом к лицу заповеди, закон жизни и ведения, чтобы он научил Иакова завету и Израиля постановлением его. Он возвысил Аарона, подобного ему святого, брата его из колена Левина. Как помните, Аарон был назначен Богом в помощь Моисею, который по смирению своему сознавал себя неспособным словом человеческим передать волю Божью народу Израилеву. «Постановил с ним вечный завет и дал ему священство в народе. Он благословил его особым украшением и опоясал его поясом славы. Он облег его высшим украшением и облачил его в богатые одежды, в исподнюю одежду, в падир и ефод, и окружил его золотыми яблоками и весьма многими позвонками». Эти позвонки должны были при движении священнослужителей напоминать народу о заповедях Господних. Таково предназначение и наших колоколов. Не зря именуются они благовестом. И совершая звон, и слыша звон, всякий из нас призван воспомянуть волю Божью и откровение Божию роду человеческому. Чтобы при хождении его они издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сынам народа его. «Облег его надеждою святою из золотой гиацинтовой шерсти и крученного виса на художественные работы словом суда, уримом и тумимом». Мы уже встречали эти слова в Писании. Таинственный указатель воли Божьей, который принадлежал первосвященнику. Червленным тканьем искусной работы, многоценными камнями, вырезанными, как на печати, в золотой оправе гранильной работы, с вырезанными на память начертаниями имен по числу колен Израилевых. Накидаре его головному боре золотой венец, знаменье святыне, слава, достоинство. «Величественное украшение – дело искусства, вожделенное для глаз». И поныне в облачении священнослужителей ничто иное, как прославление имени Господню, имеется в виду. Вовсе не демонстрация богатств материальных, церковных или личных священнослужителя, как некоторым недалеким умам представляется, но Богом установленное облачение призвано обратить умы и сердца окружающего народа к тому величию благодати Божией, которая почивает на священниках, совершающих службу Божию. «Прежде него не было сего от века, не принадлежащий к его племени не одевался так, только сыновья его и потомки его во все времена. Жертвы их приносятся каждый день, всегда по два раза». Почему жертвы приносятся по два раза? А Божественная Литургия, бескровная жертва, приносится однажды в день, и второй раз в день никакой священник не может совершить литургию, никакой мирянин причащаться. Именно потому дважды в Ветхом Завете приносилась жертва, чтобы указать на ее несовершенство. А единожды в день совершаемая ныне Божественная служба Евхаристии, наше православное богослужение, являет всю полноту совершенного единения нашего с Богом, потому и недопустимо ее в течение единого дня удваивать. А в те времена, когда еще только являлось пророческое слово как тень грядущих благ, как детоводитель ко Христу, тогда и жертвы приносились по два раза. Моисей наполнил руки его и помазал его святым елеем. Ему постановлено Вечный Завет, и семени его на дни неба, чтобы они служили ему и вместе священно действовали, и благословляли народ его именем его. Он избрал его из всех живущих, чтобы приносить Господу жертву, курение и благоухание в память умилостивления о народе своем, и дал ему свои заповеди и власть в постановлениях судебных, чтобы учить Иакова откровением и наставлять Израиля в законе его. Учить откровением трудно. Откровение превыше ума человеческого. Но божественное откровение о самом себе формирует в человечестве священное предание, в котором есть место и закону Божьему, запечатленному на камне и сформулированному в Писаниях, есть место и Божьей благодати, открытой Богом для человека, и самому примеру совершенной жизни человеческой после того, как в человеческом естестве явился наш Бог и Спаситель. Таким образом, учение откровению есть и приобщение той благодати, которую отчасти изливал Бог на Ветхозаветную Церковь и во всей полноте на Церковь Новозаветную в ее святых таинствах. Он дал ему свои заповеди и власть в постановлениях судебных, чтобы учить Иакова откровением и наставлять Израиля в законе его. Восстали против него чужие, и позавидовали ему люди в пустыне, «Приставшие к Дафану и Аверону из копища Корея в ярости и гневе. Господь увидел, и ему неугодно было это, и они погибли от ярости гнева». Не будем изумляться или считать делом недопустимым для мира Божьего, когда против сынов Израиля, когда против священства восстают люди негодные и вносят смуту, ибо и в истории Ветхозаветного Израиля много скорбей пришлось претерпеть и Моисею, и Аарону, и потомству их исполненному ревности о славе Господней от людей негодных, от всякого рода революционных движений, от всяких буддовщиков и тех, кто хулил имя Господне и призывал возвращаться на пути языческие. Но Господь являет могущество свое и поражает всех тех, кто подымал питу свою и слово свое против тех, ктого поставил Господь быть священнослужителями своими. Он сотворил над ними чудо, истребив их пламенем огня своего и умножил славу Аарона и дал ему наследие, отделил им начатки плодов. А что за начатки плодов? Почему отделил Бог часть всякого урожая и всякого прибытка народов Израиля Аарону и потомству его? По определению святителя Иоанна Златоуста, то, что приносим мы в храм, как пожертвование для освящения той части запасов наших, которые мы собрали в результате трудов своих, говорит Иоанн Златоуста, благословение, которое преподается части, принесенные как жертва в храм, распространяется на все сокровищницы человека, на все запасы его, на все блага его материальные. Потому хочешь иметь сокровища свои и благополучие материальное свое в благополучии, не поленись часть от него приносить в храм для освящения, для того, чтобы этой милостыней твоей, для того, чтобы пожертвованием твоим привлекалось благословение и на всю жизнь твою, и на весь дом твой. «Прежде всего уготовил им хлеб в насыщение, ибо они едят и жертвы Господни, которые Он дал ему, и семени его. Но он не должен иметь наследие в земле народа, и нет ему участка между народом, ибо он сам удел и наследие его». Такова миссия священника — не обживаться вместе с мирянами всего того земного достояния, которое необходимо. для выживания. И хоть и священники призваны заботиться о семьях своих, но не случайно при рукоположении в первую степень священства, в диаконство, служитель алтаря снимает обручальный перстень свой и оставляет его на престоле в знак того, что служение Богу для него будет и выше даже самого своего семейного служения. Так же и Финиес, сын Елеазара, третий по славе, потому что он ревновал о страхе Господнем и при отпадении народа устоял в добром расположении души своей и умилостивил Господа к Израилю. Как же он его умилостивил? Когда гнев Божий на Израиль обратился за распутство, за нечистоту жизни их, тогда Финиес явил ревность о угождении Богу, и тогда, когда один из израильтян повел в палатку свою прекрасную язычницу для близости с ней, для запрещенного Богом блуда, то тот, войдя в палатку, вслед за ними своим копьем пригвоздил их обоих во чрево к земле. И таким образом, покарав прелюбодеев, тех, кто, ослушавшись Бога, навлек гнев Божий на народ, он привлек милость его великую и пощаждение, прощение и избавление от тех напастей, которые терзали прежде Израиль. Посему поставлен с ним завет мира, чтобы быть ему предстоятелем святых и народа своего, чтобы ему и семени его принадлежало достоинство священства навеки. Как по завету с Давидом, сыном Иесея из колена Иудина, царское наследие переходило от сына к сыну, так наследие священства принадлежало Аарону и семени его. Да даст нам Бог мудрость в нашем сердце судить народ его справедливо, дабы не погибли блага их, и слава их пребывала в роды их. И так именно суд благоразумных правителей и установление благочестивых порядков жизней в народе есть лучшие средства для того, чтобы не погибли блага их. И всякие подлинно заботящиеся о подопечных своих не только и не столько о материальных благах их промышляют, сколько заботятся о воцарении благочестия среди народа, которые привлекают уже всякое благословение и изобилие от Господа на всех людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова